Алибертин, скажи что-то. Ладно, тогда я расскажу со своей стороны, пока мы решаем технические трудности. В общем, вчера у нас был AMA на английском языке, и на звонок пришел человек, который называется Алибертин, из русского комьюнити, и сказал, блин, ребята, классный AMA. Ничего не понимаю. Возможно, можно сделать такие же для наших региональных рынков. И мы знаем, что мы более комфортно себя чувствуем с русским комьюнити, и начнем с него. То есть делаем AMA и тут, и как бы потом пойдем по другим комьюнити с переводчиками и с этим. Это история, да, как вообще появился этот колл. Я спросил Алибертин, а что насчет как бы тогда создать нашу группу в дискорде, где все говорят по-русски, не хочешь там быть админом, раз ты самый активный. И он такой сказал, окей, давай, супер. Вот, поэтому вот мы все здесь. Какой здесь формат? Здесь формат AMA. То есть не мы что-то рассказываем, скорее нас кто-то что-то спрашивает. Чтобы добавить чувство времени, я предлагаю на это выделить порядка 30 минут и поспрашивать, порассказывать и разбежаться. Отлично. Меня сейчас слышно? Да, да. Отлично, да. Как меня прозвали? Альберти, пусть будет такое имя. На самом деле меня зовут Андрей, а Альберти это All Liberty My. Я свобода во мне, моя свобода. Спасибо, Алекс, что откликнулся. Действительно для русского языческого сообщества очень важно понять, что сейчас происходит, какие новости происходят в площадке Uplift. И вчера очень было интересно, много новостей. Я вижу, что здесь Наталья присутствует и Ирина. Может быть, они буквально по минутке то же самое скажут, что они вчера говорили в английском чате с теми достижениями, которые у нас сегодня есть. И потом, Алекс, также немножко ты. И потом уже вопросы тогда от наших партнеров. Сегодня присутствует основная команда, это Алексея Хохлатова, у нас порядка 50, насколько я помню. Человек, самая большая команда, ну или одна из самых больших русскоязычного пространства. Как смотрите на такой момент, чтобы Наталья и Ирина сказали несколько слов о тех достижениях, которые уже есть. Замечательно. И перед Натальей и Ириной я хочу тебе сказать, что спасибо, что нас всех собрал, спасибо, что проявил активность. Надеюсь, мы такие активности будем часто делать, просто общаться в наших чатах, в этих Discord-стейджах и все-все-все. Так, все, я не забираю в эфирное время. Я надеюсь, что мне дали права, а Аплиф тут не знаю, как зовут девушку, что она дала права. Наталья, вы готовы? Немного рассказать. Да. Да, я готова, спасибо. Здравствуйте. Алибертин, спасибо вам большое за инициативу. Я думаю, что это важно, чтобы мы с разными нашими комьюнити говорили на их языке. Вот, и начнём мы с русского языка. Вот, я, как вчера мы сказали, я приединилась к команде, наверное, полмесяца назад. И мы с этого периода начали активно работать над тем, чтобы увеличить наше присутствие на интернациональном рынке. Вот, и на этом этапе, что мы делаем, это мы пытаемся разговаривать с разными большими, крупными инфлюенсорами в крипто. Мы работаем, и сейчас мы разговариваем почти со всеми. Я не буду сейчас имена перечислять, но я уверена, что когда мы говорим про больших, все понимают, про кого идёт речь. Но сейчас мы уже, мы партнёры с Криптолав, это довольно большой крипто-инфлюенсор. У него сейчас около 300 тысяч подписчиков. И он рад с нами, партнёрству с нами. Вот, и в дальнейшем будущем мы будем, у нас будет много общих объявлений. Вот, кроме него, ну и я думаю, это поможет, как бы, поможет, чтобы, как бы, про нас услышало больше людей. Потому что для нас сейчас очень важно, чтобы наша комьюнити, она выросла, и больше людей узнали про Аблифт, и какие мы крутые, и какой у нас крутой продукт, проект. Ну, кроме него, мы, конечно, разговариваем с разными, и не только английскоговорящими. То есть у нас есть, мы сейчас разговариваем также и, как бы, русскоязычными инфлюенсорами, и в будущем мы будем, как бы, объявлять наши новости. Кроме этого, мы, у нас будет большая пьер-компания с довольно большими изданиями, вот, и у нас будет очень много разных активностей, и мы будем стараться, чтобы мы, как я понимаю, приносили новшество, то есть не только для говорящего комьюнити, но и так же для русскоговорящего, французскоговорящего, японского и так далее. И, как бы, да, ну, в принципе, вот я, главное, что у нас я могу сейчас сказать, я не буду рассказывать про разные там маленькие деталики, что мы делаем, но главное, это то, что сейчас главная цель наша, это увеличить нашей памяти. Спасибо, спасибо, отлично, спасибо вам, Наталья. Ирина, есть что-нибудь из новостей добавить, рассказать свое? Да, конечно. Привет всем, привет, Андрей, спасибо большое. Я просто хотела рассказать про то, что мы сделали новое партнерство, это новый фонд, инвестиционный фонд, называется NewTrap Capital, и они уже запустили очень много, десятки, десятки очень хороших, успешных проектов, и это для нас очень интересное партнерство, потому что у нас тоже очень похожее видение, да, мы ищем очень классные, интересные проекты, которые, как бы, определяют будущего, даже, можно сказать, этого мира, и они также видят, как бы, они также видят, как с этим дальше работать, как и мы. Вот, и мы лично, я, например, и Ирина, которая сегодня, к сожалению, присутствует, мы лично знаем команду их, они очень классные ребята, очень кооперативные, мы уже стали, как бы, делиться какими-то общими проектами, и очень, я думаю, что мы очень будем хорошо вместе в будущем сотрудничать. Вот, с моей стороны это все, и я, наверное, вам дальше передаю микрофон. Спасибо всем. Да, Ирина, спасибо. Действительно, хорошие новости, что начинается коммуникация с большими сообществами. Алекс, ну, естественно, к вам, как к основному идейному вдохновителю проекта АПЛИС, создателю и так далее, главному тебе технической команде, какие достижения, какие на сегодняшний момент есть успехи. Расскажите, пожалуйста, несколько слов. Да, рассказываем. На самом деле, технически там делать не переделать, и мы делаем много вещей, выкатываем, мне кажется, каждую неделю. Например, эту неделю мы, наконец-таки, добрались до правильного показывания ревордов в лифтах, в анстейках, то, что все давно просили, то, что мы, как бы, все отложили и сказали, вот мы просто должны сделать. эту штуку. Да, мы ее сделали. Также, если я не ошибаюсь, мы сделали биометрическую верификацию, Face ID, мы сделали аналитику, публично доступную для всех. Следующие шаги, следующие шаги будут смотреть, как хорошо сделать, чтобы люди могли получать реворды. Там я вспоминал этот пропозал вчера. И, кстати, насчет пропозалов, да, мы, я помню, кстати, это от русского комьюнити пришло изначально, ну там, что это мы задавали без governance. Вот, у нас запустился первый воутинг. Мы еще, нам еще, как дау, нужно расти и расти, но с чего-то нужно начинать. И со временем воутинговых вопросов, надеюсь, будет все больше, и больше, и больше, и больше. Вот, как бы, такие технические штуки. Да, хорошо. Перед тем, как мы к вопросам перейдем, Алекс, вчера ты говорил, что есть какое-то предложение как раз к русскоязычному сообществу, чтобы оно шире продвигалось. Расскажи, пожалуйста, такое предложение о поводу английского, что ты говоришь. Да, да. То есть, вот, ты первый вообще из интернационального рынка, кто поднял вопрос локализации. Правильно. Вот ты встал и вышел и сказал, блин, почему мы не глобализируемся, не локализируемся. И предложение это поднять ту документацию, которая у нас есть, найти людей, которые готовы с нами общаться и переводить это на русский язык. Потом второе, найти, возможно, людей, которые готовы транслейтить этиколы, или же просто гайдить русскую часть комьюнити, да, и организовывать отдельное общение с русской частью комьюнити. То есть, что, очевидно, Аплифт будет поддерживать, да, у людей, которые берут за эту ответственность. Мы будем вознаграждать их в лифт-токенах и так далее. Вот такие вот идеи. Хорошо. Ну, а в двух словах, какие-то должны быть требования? Какими набором параметров должен человек обладать? Требования будут выглядеть, как мы попросим перевести. То есть, это зависит от роли, да. Есть конкретно роль перевод, перевод контента. Есть роль гайдинг комьюнити. Это две разные роли. Перевод контента. Это просто должен быть такой качественный, интересный перевод. И это может быть, кстати, перевод как контента документации в начале, потом это будет уже выглядеть, как перевод текста в приложении, на сайте, на нашем. Вот. И это как бы касательно переводчика, касательно же комьюнити менеджера, это вообще другие качества. Тут нужно любить, общаться с комьюнити, адресовать проблемы, мочь говорить и по-русски, и по-английски, чтобы как бы синхронизировать все это с нашей командой. Ну, в двух словах понятно. Детали, наверное, с кем общаться? Непосредственно с тобой, Алексей, или с кем-то из офиса? Это, скорее всего, будет кто-то, кто represents uplift. Если я буду всегда общаться по техническим вопросам, к сожалению, будет делаться меньше технических вещей. Это, скорее, кто-то примет этот комплент в нашу группу. Мы добавим это в таймлайн, мы ответим, эй, это классное предложение, и доберемся до него. Вот так вот оно будет работать, чтобы мы просто... Я должен фокусироваться на техническом деливере, да, и вот как-то так это организуем. Хорошо. Чей контакт нужно дать, если появится такой человек у нас, мы в каналах своих делаем предложения, чем выйти на контакт? Я предлагаю, значит... Наталью, Ирины, Сталикса, с кем? Шайла. Значит, есть Шайла, она uplift. Я сейчас переведу на английский, чтобы Шайла тоже понимала, о чем мы говорим. Шайла, are you there? Я am here, я am. Я думаю, что вы уже слышали его название 4-3 раз уже. Что мы говорили о том, что это довольно-таки стратегичный. Так что Алик Бертим, из российской комьюнити, спросил, что мы действительно хотели бы кто-то поддерживал эту группу, чтобы поддерживал эту группу, чтобы найти свою собственную лидер, из российской комьюнити, и то, что если issue arises? Как мы говорим, как мы говорим, как мы говорим, как мы говорим, что если человек, который в российской комьюнити, может говорить английский, они могут, в любом случае, объяснить вам, объяснить вам, объяснить их проблем, или какие-то комьюнити менеджеры, и потом мы, как бы, пущем это через наш тех пайплайн. Да. Это просто для того, чтобы вы понимали, что это интересно. Да, идеально, Алик Бертим, я думаю, будет ли в этом, в дискорде, в этом случае, в этом отношении с российским комьюнити, так что он может relayать эту информацию к мне. Так что, да, я здесь для того, чтобы вы могли бы какие-то проблемы с моими проблемами, и мы можем работать с этим. Да. Да, конечно, в двух словах, что мы потом свяжемся с таблицей. Хорошо. Наверное, приступим к вопросам. Если есть у наших партнеров вопросы, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте вопросы, чтобы нам долго не затягивать по времени. На несколько вопросов ответить. Наверное, один из основных вопросов, который беспокоит, какие запланированы программы по росту токена и что в ближайшее время ожидается. Алекс? Да, отвечаю. Как вообще построена токеномика? Токеномика построена следующим образом, что мы договариваемся про какой-то процент от рейза с проектом, что публично. Мы недавно опубликовали статью, какие-то мы проценты брали. И дальше мы что-то делаем с этими деньгами. Мы пока что решили, что рабочая стратегия в будущих IDO взять эти 8% от рейза, половину пустить в реферальный реворд, а половину пустить на откупание лифт токена, что как бы провоцирует его рост. Вот. Это касательно IDO. Также, кроме IDO, у нас планируется не только публичные сейлы, а еще и приватные сейлы, где будет какой-то уровень высокий для минимального входа. И это больше штука для основных лифт-холдеров. И, соответственно, в этом приватном рейзе будет примерно такой же механизм. Если API будет участвовать как DAO в этом сейле, так те же 8%, условно говоря, будут также развиваться и пускаться на откупание. То есть тут главное дойти до TGE-проектов. TGE у вас вроде даты есть, там мы выпускали статью, которая это рассказывала. Такая вот как бы бизнес-модель. Да, понятно, отлично. Еще один вопрос пока тоже задам. Он не мой, а был тоже озвучен в чате, там русский язык, партнером, но, правда, он по-английски я переведу. Я переведу, что, если мы помним, то недавно Гарни заявил, что в новом проекте по добыче биткоина будут использоваться залоченные наши токены об лифтах. Естественно, что тоже каким-то образом они будут перемещены и так далее. Ожидает ли это как раз рост токенов в связи с тем, что основная масса токенов уйдет, ну, скажем так, заложим по добыче биткоина? Падение уйдет. Да, абсолютно правильно. То есть не то, чтобы это гарантирует рост, это скорее уменьшает падение, я бы так сказал. Вот. Кроме этого я, к сожалению, ничего не могу говорить. Я очень хочу рассказать много деталей про вот этой новой штуке от Джереми. Но вот мы до нее дойдем, и тогда вы скажете, ау, вау, это прикольно. Ну, надеемся. Ну и хорошо, действительно, дойдем. Хорошо, друзья, какие еще есть вопросы у нашего сообщества? У нас тут 33 человека. Поднимайте руку. Если пока у нас эта площадка новая, или я одобрю, или это кто-то скажет, или Шейла одобрит. Да, конечно, меня Алексей поправляет, что токен не Аплифт золочный будет, а Дейзи токен. Ну, для нас это практически одно и то же. Он все равно давление оказывает, так или иначе. Спасибо, Алексей. Какие еще есть вопросы, друзья? Поднимайте руку. Не совсем понятно. Пока вот вижу, рука поднята. Вижу, но одобряю. Нет, дело в том, что площадка новая. Может быть, что-то пока не получится. Но слушаем вас. Слышно меня? Добрый день. У меня первый и главный вопрос, на который не могу ответ получить очень давно. Сам факт наличия у нас Дейзи токенов, ну, так как их большая часть, потому что их разлог происходит постепенно, и наличие Аплифтов. И тут же вторая часть вопроса. Аплифты должны быть в стейкинге, или просто их достаточно иметь на Метамаске, или там в Тронлинке, или где они там висят. Это все является достаточным для того, чтобы получать все вот эти начисления. Арт-волета монеты, Джимдо какие-то монеты и так далее. Или под каждую отдельную акцию нужно делать определенные отдельные действия. Тогда почему нету в российском чате полного порядка, по шагу, что нужно делать, чтобы получить, и сколько будет получено на каждой, каждой там одну монету, ну, кто холдит. Спасибо. Я постараюсь ответить один за другим, наверное, кроме расчетной части, потому что там нужно садиться и считать. Значит, по поводу лифт-токен. Нужно конвертировать лифт-токен, нужно зайти на Binance Smart Chain и застейкать. Только стейка можно участвовать во всем, что дает эта платформа. То есть подразумевается, что лифт-токен это такая подписка, и в зависимости от количества лифт-токенов она дает разный бонус. Вот это касательно, что нужно, чтобы участвовать, стейкать очень важно для этой платформы. Просто держать токены хорошо, но нам просто тяжело иначе ввести бухгалтерию, если мы не стейкаем. Там есть технические вопросы, внутренние манипуляции, которые потенциально человек, который хочет эксплуатировать платформу, может проводить, а стейкаем мы как бы этим способом можем это все избежать. это касательно всех этих токенов, участия и так далее. То есть, другими словами, фактическое наличие, являясь просто собственником токенов лифт, отправленных в стейкинг, эти монеты, я автоматически подпадаю под все программы, правильно? Абсолютно точно. Не под все, то есть, тут зависит от программы. Понимаешь, тут мы договариваемся по-разному, эти программы мы каждый раз делаем новые. Бывают программы, там, скажем, если это аллокация в приватный раунд, мы будем требовать минимальное количество стейблкоинов для входа, для участия. Но это не потому, что мы так хотим, а потому, что проекты, ну, это приватный раунд. Если это публичный раунд, да, просто стейк, ты можешь участвовать в лотерее, участвовать в открытом раунде, и это как бы оно все дает. И там, соответственно, чем больше стейк, тем больше у тебя приятности выиграть, и тем выше у тебя локация. В общем, вот такие вот интересные штуки. Понятно. А нельзя что-то сделать с оставшимися залоченными токенами, которые будут размораживаться еще там 10-11 месяцев? Нельзя их по какой-то акции просто разморозить разово и куда-то отправить, чтобы нам не приходилось раз в 30 дней вспоминать о них и делать какие-то действия? Ну, тут такой вопрос, если мы их разово разморозим и все разово продадут, так всему конец. Да, поэтому как бы это такой трейд, останавливая, уменьшая скорость доступности разморозки, мы убеждаемся в том, что проект растет или может расти в долгосрочной перспективе. То есть представь, если бы у всех была плохая новость и все внезапно продали, цена была бы нулем. И это значит, что все, кто инвестировали, они бы не получили бы нужную прибыль. Так вот оно работает. То есть такая... Да, но можно сделать, чтобы токены Дези разморозились без права продажи, без попадания в свободное обращение. То есть, чтобы они с замка залочного состояния сразу трансформировались в какую-то программу, без права выйти с ними на биржу. Так нельзя сделать? Это, понимаешь, без права выйти на биржу, это очень тяжело. То есть это технически тяжело. И вопрос, вот понимаешь, вот, Нод, у тебя есть мнение, что там вот это вот то, что нужно сделать для токенов. Но кто-то просто хочет продать эти токены. Да, и как бы это в интересах площадки, да, сделать без права продажи. Правильно. Но мы, когда делали пресейл всех этих токенов, были условия и был вестинг. И мы не можем внезапно, как бы, поменять то, что мы обещали в прошлом для всех людей. Потому что у многих людей разное видение по то, что делать с их токенами. Поэтому как-то так. Но с теми токенами, как сказал Алибертим, будут разные интересные программы. которые, честно, чем-то похожи не напрямую, но все равно похожи на то, что ты предлагаешь. Ну, честно говоря, так часто менять сказанное и что-то дополнять, как это сделала Дэйзи, я еще ни в одном проекте не видел. Поэтому думаю, что в этом проблемы нету никакой. Ну ладно, это уже как бы ливень. Второй вопрос. Кстати, я хочу расширить то, что ты сказал, потому что это справедливое замечание. Есть такая штука, кто что говорит. И иногда, допустим, если это Джереми, Джереми это человек, который очень эмоциональный, и он просто сам очень эмоционально, истинно реагирует. Но проблема, что когда это доходит до какого-то технического исполнения, или когда это синхронизируется, оно не всегда один к одному. Поэтому лучше, если это обещание, следить за какими-то формальными источниками, статьями, медиумами, пропозалами в нашем комьюнити, и меньше фокусироваться на то, что говорят очень эмоциональные, хоть и офигенные люди. Понял. Следующий вопрос. Я, когда получил предложение участвовать в преселе Daisy токена, в описании было сказано, что Daisy токен в такой-то период выйдет, то есть на биржу попадет, залистится, и будет торговаться по цене 5 долларов. Соответственно, те наши ожидания, которые мы, которые побудили нас всех купить Daisy токен, они, ну, понятно, да, к чему были привязаны, к тому, что будут иксы. Сейчас, естественно, Daisy токен не продается по этой цене даже близко, и аплифт по этой цене не продается. Вопрос. Будет ли когда-то эта цена или будет какая-то компенсация в каких-то бонусных токенах, шмокинах или других каких-то подарках тем людям, которые вошли в самом начале на вот обещанную вот эту цену листинг на 5 USDT за каждый Daisy токен? Такая штука, что обещать цену листинга невозможно. Когда мы выходили на рынок, мы ожидали иксануть, и мы иксанули. Правильно? То есть цена, если я не ошибаюсь, в пике была 8. Но цена 8 это параллельно очень такая выгодная цена, что очень-очень много профита, которая вызывает продажу. Продажи вызывают падение в цене. И тут такая штука, чтобы токен рос, его нужно покупать. нужно, чтобы его покупали, нужно расти как комьюнити. Если мы все продаем и цена падает, оно так работает. Правильно? параллельно это значит, что очень много людей получили профит от своего инвестиции. Уже. Еще вопрос такой. Не кажется ли вам, что процент, который мы получаем за стейкинг апплифта невероятно маленький, при том, что период стейкинга довольно-таки длинный? Я дам формальный ответ. То есть тут смотря с какой IDO площадкой ты сравнил. Если посмотреть на полка стартеры и DAO мейкеры, проценты конкурентоспособные с ними. И это двухсторонняя штука. Например, скажем, мы делаем не 2% а 20%. Звучит круто? вопрос во времени. Потому что 20% вознаграждения это еще и 20% инфляции. А 20% инфляции это значит, что токен гарантированно, даже если никто не будет там ничего делать, будет на 20% менее ценный каждый год. поэтому мы считаем, что хоть мы и даем более маленький процент, этот процент это всего лишь бонус в сравнении с возможностью участвовать на ранних стадиях в проектах и в различных промо-программах и в вознаграждениях для комедий. Вот какая-то такая эта особенность. Еще вопрос про постоянное списание комиссий нами, партнерами простыми в тех действиях, которые вызваны не нашей инициативой, а вызваны изменениями в проекте, которые идут от руководства. То есть, например, Дейзи трансформировать в Аплифт, потом Аплифт кинуть с Тронлинка в Метамаск. Все это заставляет потратить время на скачивание Метамаска и оплатить газ в BNB или в BUSD, я уже не помню. Не кажется ли руководству, что сообщество должно за это озвучить извинение большое глобальное за то, что вообще вы нас всех в это погрузили. А во-вторых, нам что-то начислить дополнительно. Потому что в чатах на земле происходит просто ненависть и очень много хейта из-за этого. Я уж не говорю о том, что 80% людей в проекте вообще не MLM лидеры. Они и даже не разбираются достаточно в крипте, чтобы метамаск устанавливать. То есть это очень-очень большая сложная задача, за которую еще приходится нам платить. Не кажется ли руководству, что надо нам что-то подкинуть, подарить, как-то нас облизать сообщество, потому что внизу хейта очень много? Ну, тут это на самом деле риторический вопрос. Это не вопрос, это сильное мнение на определенный счет. Я могу сказать про философию, почему это путь, который был принят для Аплифта. И вот как-то так. Значит, Аплифт это свой проект. Это айдио лонч бэд. Что как бы ничего не имеет и не должен иметь просто общего с другими проектами, в которых мы все участвовали и участвовали мы во многих не так проектах и промо и так далее. И чтобы проект как айдио лонч пат был успешный, он не может он просто не может быть на троне. Хочется или не хочется. Почему? Потому что как мы видим сейчас почему это успешно. Потому что трон обходится очень-очень дорого. Транзакции там порядка в десяти раз дороже. Б экосистема трона и приложения на троне с которыми можно работать тоже не раз. Следующее это то, что партнерства они не делают. Там просто ребята которые в своей тусовке они это все не делают. Поэтому решение переходить на чейн, который современный, это техническое решение, которое под собой подразумевает уменьшить те фи, которые все платят. Перейти на новый уровень, на новую экосистему, в которой возможен долгосрочный рост. И очень много проектов в будущем, я уверен, просто все меньше и меньше будут на троне, если трон не сделает уверенный шаг. А бриджи и вот это все это последствия того, что из неразвивающейся экосистемы нужно бежать. Потому что как вы представляете, очень тяжело уговорить проект, делать какие-то вещи на троне, современный проект. То есть приходят стартапы, приходят современные ребята, и мы будем рассказывать, как вот эту всю штуку делать через трон. Хорошо. А если они запускаются не на троне, а запускаются на другой сети? Они говорят, а мы хотим запуститься на эфире, например. Что мы тогда скажем? Хорошо, мы можем что-то сделать на троне и что-то сделать на эфире, но тогда так или иначе комьюнити все равно нужно будет использовать метамаск, всему этому учиться, учиться бриджеванию, поэтому тут как ни крути, оно всегда идет к одному и тому же набору действий. Более того, то, что люди платят за бриджевание, это не то, что мы забираем себе в карман. Это дорогой фи трон нетворка. И я не вижу, чтобы хоть один дефайный проект, например, компенсировал фи, который взимает эфир. Я понял, спасибо. У меня пока вопросы кончились. Спасибо. Классные вопросы, кстати, очень актуальные. Я думаю, что у нас еще есть вопросы от Андрея. Андрей? Здравствуйте. Меня слышат? Да, да. Здравствуйте. Вопрос обратно к Алексею по поводу площадки Аплифт. Хочу рассказать там определенный статус, которая произошла лично у меня. И мне пришлось поменять Метамаск, потому что где-то я, наверное, заснетился. У меня ломали Метамаск, вывели мои Аплифты, которые я вытянул с Дэйзи токенов. В данный момент я там докупил. И какая ситуация? Я докупал небольшими там условно количеством разными транзакциями и добавлял. И там добавил до в данный момент двух половиной тысяч Аплифтов, но не одной транзакцией, а разными транзакциями. И получается у меня там, допустим, если брать более двух половиной тысяч Аплифтов, но при этом за стейким показывает там 1,86%. Хотя я все транзакции делал там на три года, да, ну, стейким. Соответственно, почему не показывает процент, если брать там максимальный процент, 4% при моей сумме, да, должно показывать на три года, показывает при этом 1, или 6%, при этом показывает 1,86%. Это раз, не сильно проблемный вопрос, но тем не менее, хотелось бы знать, может, просто неправильно показывать, или нужно вынуть из стейкинга и сделать это одной транзакцией, чтобы оно так было. было, я вот это хотел бы понять. И, соответственно, увеличить безопасность такого рода, чтобы просто так, когда я нажал умстейк, чтобы оно не вынуло, а попросило меня там подтвердить мою личность. Понятно, что там где-то я в интернете свои там то ли ключи, то ли кто потерял, ну, где-то, где-то, то ли меня взломали внутри, что мои оплисты вывели в площадке, мне пришлось создавать новый копилек, но тем не менее просьба увеличить безопасность, чтобы действительно мог вывести только я. Спасибо, Андрей. Насчет безопасности я скажу фундаментальную проблему. Вот у тебя кто-то украл приватный ключ, и на самом деле тут уже безопасность никак не поправить, потому что даже если мы скажем сделаем проверку на identity в Unstake, вот как только ты unstake в ту же секунду человек, у которого есть твой ключ, он будет владеть всеми твоими деньгами. Да, к сожалению это не решает проблему тут ну это такая штука крипта, так как тут никто не управляет этими ключами и как только он засветится все пиши пропало. Это отвечаю на последний вопрос насчет стейков и бустеров и процентов. Значит нужно понимать что когда ты видишь 4% или 5% это не тот APR это всего лишь множитель существующего APR. То есть скажем если APR к примеру 1% а множитель у тебя 10% ты будешь получать 1 и 1%. но с чем я согласен и кстати эта штука этой недели Андрей ты можешь посмотреть Unstake и сейчас там уже начал показываться reward который ты получил и в скором времени там начнет показываться еще APR учитывая твои бустеры. Да я понял я посмотрел сейчас показывать 4% потом 1% сейчас я скажу как это работает почему от чего зависит APR у нас есть фиксированная элисия которую можно посмотреть в разделе токиномики в документации там сколько это там имитится и еще часть зарезервирована под liquidity mining и так как у нас есть график сколько времени оно будет имититься там по-моему рассчитано на 6 лет мы просто как бы имитим то что мы пообещали но дальше есть как бы вот этот пирог что является нашим стейкингом и чем больше людей как бы откусывают ну становится делить часть этого пирога тем тем больше тем тем меньше вознаграждение потому что его нужно делить между большим количеством людей и так работают собственно все проекты в крипте это не что-то что мы придумали и только мы сделали а никто такое не делает это понимание потому самого есть общество они тем не менее люди задают вопросы для того чтобы им квалифицированно ответить именно поэтому и задавал этот вопрос разными транзакциями оно тем не менее все суммируется если сроки одни и те же ты вводишь на 3 года то оно не влияет что я сегодня 100 токенов добавил 100 они все суммируются в одну и ставят правильный процент да то есть история вопрос почему разные транзакции потому что к разным количествам применяются разные бонусы например если 100 долларов закроешь на сколько-то месяцев у него будет один дополнительный бонус если ты те же 100 долларов закроешь на больше времени это будет другой дополнительный бонус поэтому их нужно структурно разделять то есть это все нельзя положить в одну кучу потому что бонусы разные но в целом бонус будет применяться правильно и когда ты будешь выходить он будет рассчитываться в контексте одного вклада я понял благодарю за ответ у меня больше вопросов нет спасибо за вопрос возможно есть еще какие-то вопросы поднимайте руки готовы отвечать мы давно должны были на многие эти вопросы ответить есть вопрос я вроде пригласил выступить может кто-то там нужно гаукар а нужно появилась сверху зеленая панелька нужно на нее нажать и принять приглашение да слышно меня да да алло да слышно привет привет у меня такой вопрос я правда вас не слышу меня слышно да ага как какой срок стейкинга Дэйзи на апплифт есть определенный срок окончания времени имеется ввиду обмена да нету нету любое время могут люди обменять да а стейкать и стейкать да то есть как только обменяют они могут стейкать анстейкать согласно тому что они решают да то есть в любое время всегда все спасибо вопроса нет и стейкинг то есть это история которая не исчезает идея в том что просто временно закрываются токены и по мере привлечения новых людей все больше и больше токенов покупается и стейкается и все то есть мы эти токены не трогаем в конце периода они доступны это обычная подписка хорошо спасибо спасибо я думаю по вопросам я не вижу рук я хотел сказать большое спасибо всем кто пришли и отдельно большое спасибо Алиберту это очень важный шаг потому что видишь вчера ты написал ничего не было сегодня мы списались у нас уже там есть русские группы русские комьюнити мы делаем русские колы да и это шаг для понимания шаг для роста и шаг для всего дальше спасибо большое спасибо видна Алиберти технические неполадки тогда все закругляемся и бежим работать спасибо всем спасибо большое спасибо Спасибо.